ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Меня зовут Нагелина, и в этом видео я вам расскажу о смысле моей новой песни, которая называется «Truth». Это новая рубрика на моём канале, где я буду рассказывать, почему же я написала эту песню, что она означает для меня. Песню «Truth» я написала совсем недавно. Обычно, когда я напишу песню, выпускаю я её не сразу, а через какое-то время. Но если мне песня понравилась очень сильно, то я решила её записывать и потом выпустить. И дело в том, что у меня есть ещё множество песен, но я их не выпустила, и лежат они у меня там полгода, год. Давайте я вам всё-таки расскажу, что же она означает. Я узнала, что парень, который мне нравится, скорее всего, встречается с девушкой. Скорее всего, потому что никто об этом не говорил, просто я нашла пруфы. Конечно же, когда я это узнала, мне было очень грустно. Когда я написала несколько строчек для своей песни, я села за пианино и вспомнила то, что я недавно придумала мелодию, которая, как мне кажется, идеально подойдёт для этой песни. Иногда мне говорят, почему твои песни такие грустные. Я не пишу песни просто так. Обычно я пишу песни, когда мне грустно или кто-то разбил мне сердце, как в данном случае. В многих моих песнях, которые я ещё не выпустила, но поверьте, там куча таких фраз, как «My heart is broken», «You've broken my heart», то есть «Мне разбили сердце». И меня это немного весит, именно поэтому мои песни такие грустные. Сейчас я возьму свой блокнотик с авокадошками, где написаны текста моих песен. Буду петь строчки и объяснять вам, что же они означают. Пожалуйста, скажи мне правду. Я не буду плакать, если это был ты. По истории, которую я сказала ранее, вы можете понять, что я будто прошу этого человека рассказать мне правду и обещаю то, что я не буду плакать, если это он. Девочка с разбитым сердцем ловит радугу в темноте. Девочка с разбитым сердцем, тут всё понятно, как я уже говорила, у многих в моей песне присутствует. Такая фраза ловит радугу в темноте. В каком-то смысле эта фраза означает то, что я ищу что-то хорошее в плохом. Придумываю эту фразу на английском, и она мне очень понравилась. Люди не понимают, какую боль они нам делают. Я росла с тобой. Иногда люди реально не понимают, какую боль они нам причиняют. Ведь я действительно росла с этим человеком, и я знаю его уже много лет. Потом снова повторяются фразы Пожалуйста, скажи мне правду. Я не буду плакать. Я обещаю. Да, боже, я обещаю. Скажи мне правду. Я буду плакать, если это ты. Да, я буду плакать, если это ты. Фразами до этого я говорила ему то, что я не буду плакать, я обещаю. Но на самом деле, естественно, я буду плакать. Я уже как говорю правду, то что да, я буду плакать, потому что это больно для меня. Потому что ты разбил мне сердце. Я ненавижу тебя. Злость нарастает, и я уже будто кричу то, что ты разбил мне сердце. Я ненавижу тебя. Пошел нафиг. Почти вся песня играется вот так. Куплет играется вот так. Я любила тебя много лет, но ты опять причинил мне боль. На данный момент я ненавижу тебя. На самом деле, я не то чтобы ненавижу этого человека. Но когда я пою эту песню, злость и грусть нарастают, выплескиваю свои эмоции и уже окончательно говорю то, что я тебя, чувак, ненавижу. Эта песня, она означает для меня многое, и я не могу просто послушать или спеть её без каких-либо эмоций. Поэтому я сейчас хочу вам сыграть её вживую, можно так сказать, чтобы вы послушали её помимо записи. Потому что время записи, на самом деле, мне не очень всё это нравится. Когда я записываю песню, там происходит много чего не того, что планировалось. В итоге песня получается не такая душевная вообще, как хотелось бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok